Добрый вечер! Всем привет! Ролик посвящается знаменитому режиссеру Джим Джармуш или Джим Джармуши. Американский режиссер родился 22 января 1953 года в штате Огайо в городке Акрон. Закончив школу в 1971 году, он поступает на факультет журналистики в Северо-Западный Чикагский университет. Здесь он, однако, меняет специализацию на английскую литературу и, дабы продолжить учебу, отправляется в Париж. В столице мировой культуры Джим попадает под влияние французского кинематографа, что в итоге приводит его к мысли о переводе в Колумбийский университет, а затем в Нью-Йоркскую школу кино. В школе он учится искусству режиссюры у знаменитого Николаса Рея и впоследствии даже первый свой фильм посвящает этому великому человеку. Фильмы Джармуша – это авторский арт-хаус, и среднему зрителю они могут показаться несколько странными, хотя, на мой взгляд, все его картины весьма оригинальны, смотрятся они превосходно, и все они как бы завораживают зрителя своей неповторимостью, какой-то такой непохожестью ни на что другое. Я бы рекомендовал посмотреть обязательно «Все в ночь на земле», «Мертвец» 1995 года. Это картины, которые просто притягивают к себе, какой-то такой прям магнетизм даже. Ну и то, что автор, конечно, Джармуш – незаурядный режиссер. Какой еще режиссер, который начал снимать уже в конце 80-х годов и в 90-х годах снимал черно-белое кино? Вы только вдумайтесь в это, черно-белое кино. Зачем это надо Джармушу? Просто для того, чтобы отринуть дешевые эффекты и сконцентрироваться на том, что он конкретно хочет донести до зрителя. Во-первых, это прекрасная, замечательная игра актеров и главная мысль, которая проходит связующей нитью через весь фильм. Вот именно на этом он и хочет, чтобы зритель сконцентрировался. А все остальное он просто отодвигает, как ненужную, никчемную, ни шову. Картина «Ночь на земле». Первый раз я смотрел ее в далеком 1992 году. Лента не похожа вообще ни на что, ни на один другой фильм. Картина состоит из пяти новелл, связанных одной общей нитью. Это ночь в разных городах мира и судьбы совершенно разных, не похожих друг на друга людей, оказавшихся пассажирами такси. Персонажи эти так колоритные и нестандартные, что зритель волей-неволей застывает в изумлении от их странных, на взгляд обычного обывателя, поступков и взглядов. Девушка-таксист, прекрасно сыгранная знаменитой актрисой Вайноной Райдер, отказывается от карьеры кинозвезды, потому что мечтает о карьере механика. Это ли не вызов обществу потребления, где всякий стремится лишь к деньгам и славе. Но она вот такая, вот какая она есть. И ей нравится ее работа, она не понимает, зачем ей нужно это все, деньги, слава, карьера, какой-то такой другой, совершенно непонятный ей мир. Когда у нее и так все прекрасно, все у нее есть. И она не хочет ничего менять. Иммигрант, приехавший в Париж из берега слоновой кости, оказывается имеет гордость и не желает терпеть глупые шутки каких-то богатеньких снобов, у которых чемодан набит пачками денег. И в ответ на их нелепые притязания просто выкидывает их из машины. Зато он восторгается слепой девушкой, когда она удивительно точно угадывает, откуда он приехал, из какой страны. И сразу же догадывается об изменении маршрута, несмотря на то, что не видит ничего. Слепая чувствует своего мужчину за несколько десятков метров, узнает звук его шагов, его запах. А мир ее совсем не похож на скучный мир обычных людей и насыщен странными, иными ощущениями. На фильмах Джима Джармоша невозможно скучать, потому что они всегда поражают каким-то иным ракурсом, иным взглядом на наш мир, да и вообще как бы на все нас окружающее. В Нью-Йорке негр не может уехать в Бруклин и садиться в машину к эмигранту из Польши, который до этого работал клоуном и совершенно не умеет водить машину. В итоге чернокожему американцу приходится самому везти автомобиль в Бруклин. Айо-йо, так его зовут, угорает от имени шофера Хельмут, что переводится как абажур. Но когда тот говорит, ну ведь твое имя похоже на название детской игрушки, и смех замирает у него на губах. Простые люди также имеют ценность, каждый, что это несет в мир свое, особенное. Такую мысль пытается донести до зрителей Джармоша. В картине «Мертвец» играет Джонни Депп, и как играет незаурядный актерский талант. Некий бухгалтер Уильям Блейк едет на дикий запад, в город машин, в своем клоунском фраке, когда вокруг все люди в грязной и пыльной одежде, с мрачными и злобными лицами. Владелец предприятия, на котором должен трудиться Блейк, оказывается настоящим чудовищем, сатрапом, и выясняется, что место бухгалтера давным-давно занято, еще месяц назад. В итоге Уильям Блейк отправляется к побережью Тихого океана, в сопровождении индейца-изгоя по имени Никто. И, как выясняется, это путь в никуда, по сути, в вечность. Чего стоят одни тяжелые гитарные риффы, все время звучащие в картине, которые создают мрачную, трагическую атмосферу? Злобные, невообразимые персонажи трех охотников, которые встречаются Блейку на его пути, напоминают трех всадников апокалипсиса. Зритель должен поневоле задуматься о смысле жизни, проникнуться философским видением нашей реальности. Не знаю, но я смотрел все эти фильмы по десять раз и вновь и вновь возвращаюсь к ним. Потому что в них нет ничего штампованного, шаблонного, чего-то такого, что на следующий день уже забывается, и то, что мы видели тысячи и тысячи раз. Картины его завораживают своей неповторимостью, нет в них ничего серого и унылого. Поэтому советую всем обязательно посмотреть эти уникальные шедевры артхауза. Спасибо, до свидания.